Настольный теннис Настольный теннис Настольный теннис Настольный теннис Лигу, вот, объездил Германию два года, два с половиной года, мы участвовали в числе 16 сильнейших спортсменов мира, таких как Персон, Самсонов, Жан-Мишель Сейф, Приморд, участвовали в супер-сирквити, в такой лиге по городам Японии, это был, конечно, потрясающий для меня опыт, подружился, даже и с некоторыми поближе познакомился с такими суперзвездами мирового настольного тенниса, Жан-Филипп Гатьен, Приморец, Крианга, ну, это несколько людей, которые уже из моего возраста были, поэтому там, так повторюсь, 16 лучших спортсменов мира, кроме китайцев, Япония на тот момент не приглашала китайцев, вот. Ну что, сейчас вот занимаюсь около теннисным миром, езжу на некоторые соревнования, участвую в некоторых сборах, провожу мастер-классы, провожу какие-то мероприятия, часто там благотворительные участвую, вот это вот мне нравится, вот это вот такое общение с людьми, где можно что-то хорошее сделать, ну, может быть, для кармы своей улучшать, сколько лет играл в настольный теннис, ухудшал ее, обыгрывал кому-то или проигрывал, ругался, поэтому надо ее улучшать, наверное. Вот, что еще могу сказать? Сейчас, в данный момент, пишу книгу, она, надеюсь, выйдет в сентябре. Книга будет называться «Прошу к столу», это ее рабочее название, очень надеюсь, что это будет книга и познавательная, и интересная. Конечно, хотелось бы не скучную книгу сделать, а такую, для того, чтобы, во-первых, я мог чем-то поделиться своим опытом, что-то рассказать, показать, сказать, как какие-то неудачи смог перебороть, как, может быть, дошел до каких-то своих успехов, как встретился с интересными людьми, какой опыт получил от них, от множества всяких событий по жизни, вот как-то так. Отлично. Давай, Максим, может быть, начнем с вопросов, тут их несколько подготовили. Максим, что бы ты посоветовал спортсмену, вот, именно как настраивать себя перед матчем, может быть, какие-то есть методы какие-то, вот, какие-то другие именно техники какие-то, да, что бы ты мог посоветовать? Смотрите, здесь очень индивидуально, конечно же, каждый человек формирует какой-то набор средств, которыми он выходит в состояние, может быть, даже отрешенности, состояние сконцентрированности, состояние готовности. Ну, в первую очередь, конечно же, зависит от, на что мы настраиваемся. Если мы настраиваемся на большой турнир, это одна стадия подготовки, в которой мы готовимся, может быть, даже в какой-то промежуток времени, скажем, месяц. И другая степень подготовки, когда мы готовимся, может быть, к отдельному взятому матчу. Это уже другие методы подготовки. Хотя во многом они, конечно же, схожи для подготовки к соревнованию, большому соревнованию. Мы, конечно же, стараемся отключиться от бытовых проблем, заходим в свое жизненное пространство, в которое ограничиваем общение с другими ненужными, ну, скажем, отвлекающими факторами. Насыщаем организм кислородом. Начинаем какое-то время, например, каждое утро или каждый вечер или каждый день. Начинаем, может быть, бегать в лесу, насыщая организм кислородом. Начинаем готовить организм к большой физической нагрузке, если таковая предстоит. Например, что в рацион входит из такого, что необходимо брать? Ну, наверное, всякие витамины, орехи, всякие нужные для организма, спортсмена, те вещества, те витамины, те продукты, которые поддержат нас на нашем отрезке, игровом отрезке, игровом турнире, для того, чтобы мы смогли реализовать все наши возможности, для того, чтобы мы все свои спортивные силы смогли включить на тот турнир, в котором мы участвуем. Конечно же, предваряя несколько вопросов, которые я получил уже заранее, я скажу, что у меня был дневник, даже скажем так, два дневника. Один был дневник, который я отмечал каждый день, другой дневник, в который я собирал свои знания, свои ощущения, свой опыт по игре с соперниками. То есть я отмечал, ну, например, скажем так, ну, Алексей Смирнов при 9-9 не может подать длинную подачу, у него выскакивает подача, там, скажем, при концовке партии, в начале партии это какой-то напор мощнейших, серьезных по вращению, сложных по вращению подач, вот, в конце ему надо скинуть влево, потому что здесь у него процент ошибок будет больше. Ну, я извиняюсь за пример Алексея Смирнов, просто это самый, наверное, сильный игрок Советского, ой, России начала 2000-х годов, конца 90-х, чаще всего звучало его имя в прессе, поэтому, ну, привел его в пример, хотя это, может, некорректно действительно, тем более, что последние разы все он меня обыграл, то есть, я старался его обыграть. Так, итак, возвращаясь к вопросу, концентрация, дома собираем мысли в кучу, готовим себя к конкретной игре, либо к соревнованию. Если к соревнованию нам нужно подготовить свое тело, свои мысли, свои знания собрать в кучу, которые могут понадобиться. Например, нам не обязательно понадобится сколько бегать по утрам для того, чтобы вечером играть, но зато, если это соревнование, то нам нужно понять, если я перебегаю сегодня 5 километров, пробегу, то тогда, может, собью дыхалку свою и к вечеру даже организм не восстановится. Поэтому общее знание нам помогут, конкретные знания, с кем я буду играть, может быть, просмотреть свои записи, может быть, посмотреть видеоматериалы предполагаемых соперников. Например, если мы играем в топ-12, в котором известно количество спортсменов и с кем предварительно будем играть, тогда можно, даже не зная конкретно, с кем будешь играть, просто подготовить. Ага, здесь буду играть со Львом Кацваном, здесь буду с Владимиром Сидоренко, здесь буду с Максимом Гребневым играть, посмотреть их матчи, посмотреть важные для себя моменты, если они есть, если мы их уже вычленили заранее, видели в предыдущих играх, вот, и подготовить свои важные стороны. Ну, например, если я знаю, что у меня в концовке дрожит рука, у меня такое случалось, но дрожит она у всех, другое дело, что кто-то может с этим справиться, кто-то боится, кто-то говорит, что, ой, у меня не дрожит рука, хотя она дрожит. Самое лучшее – это узнать свои слабости, с ними попытаться справиться, узнать слабости соперников, на них попытаться продавить, как в начале встречи, так и в конце встречи. Особенно важно, когда эти слабости начинают более выпуклыми у соперников быть, когда уже решающий момент, тогда начинает более сложная ситуация для соперников в том числе. Поэтому, когда мы начинаем думать, ой, у меня ничего не получается, и при 9-9 вдруг начинаем думать, ой, только бы он мне не дал влево, закрываясь в своей скорлупе, закрываясь в своем панцире и думая только о себе, и тогда неминуемая эта ошибка случится. Когда мы только думаем о себе, когда мы не открываем голову и не думаем, слушайте, а при 9-9 у соперника такие же дурацкие мысли могут быть, он также будет бояться, и поэтому, если я сконцентрируюсь на себе, привлеку весь этот мир, вдруг сконцентрирую, что все прожекторы мира, все журналисты, все спортсмены вокруг и спортсмены напротив точно видят, что у меня слева дырка, то точно соперник это увидит, и точно весь мир это взглянет. Поэтому, когда сложный момент, не забываем, что так же сложно при счете 9-9 сопернику. И у него сегодня был насморк с утра, и точно у него при 9-9 когда-то в прошлой встрече не была, не подалась подача, так же к важным встречам и к турнирам заранее. Если есть расписание, то я прихожу заранее, разминаю себя на столе, если есть такая возможность, часто не бывает такой возможности, или разминаю себя вдалеке от стола, если такой возможности нет. Поэтому, Алексей, как-то так, отвечая на этот вопрос. Очень долго ответил, но, может быть, интересно кому-то подумать. Но ты захватил сразу тут нет, как бы обхватил в один сразу несколько вопросов. Алексей, давай задавай их, я, может быть, что-то добавлю конкретно, если какие-то еще интересные вещи. Безусловно, все вопросы будут интересные, были интересные, и уже часто что-то обсуждалось. Поэтому я с удовольствием добавлю, дополню, если нужно будет. Ну вот, Максим, исходя из твоего богатого опыта, вот что, может быть, тебе не хватило, чтобы быть там, скажем так, призерок на чемпионате Европы, выиграть медаль на мировом чемпионате, что бы ты, если бы вот так вернуться, что бы ты исправил бы, что, может быть, какие-то недочеты в себе заметил? Классный вопрос. Спасибо за этот вопрос. Я думаю, что, скорее всего, это Алексей Федорович наверняка задал, или, может быть, Алексей Харьков такой вопрос генерировал. Или миллион людей, которые вокруг наблюдали, хороший вопрос подразумевает хороший ответ. Итак, я не знаю, смогу ли я дать хороший ответ, но постараюсь. Итак, себе в актив, начиная там с 7-летнего возраста, очень увлекся настольным теннисом, не знаю, что на меня так повлияло, что я так глубоко взялся и, не отвлекаясь, прозанимался до сегодняшнего дня настольным теннисом. Я думаю, что в первую очередь советское государство, которое показывало, как можно развиваться, где интересно. На тот момент на телевидении мы могли видеть только там музыкантов, выезжающих за рубеж, спортсменов, которые ездят по всему миру и являются гордостью и нации всего мира. Где-то вот, наверное, на этом этапе, где-то лет в семь-восемь я сформировал для себя, что я буду спортсменом и потом как-то удивительно для самого себя, насколько я себя знаю, я довольно такая натура творческая, при этом очень быстро теряющая концентрацию. Итак, отвечаю на ваш вопрос. В первую очередь я сейчас конкретно про настольный теннис скажу. Когда я такая вот метущаяся натура творческая вдруг сконцентрировался на настольном теннисе, лет в 12-13, когда уже мозг заработал и где-то в 13-14 лет я прочитал Канта, прочитал Ницше и мне очень заинтересовала теория Ницше о том, что мир это дуализм и он распределяется на творческое начало и мыслительное начало, дионисийское начало и аполлоновское начало. Так вот, я решил, что я буду мозгом, мне очень понравилось, я не буду зависеть от эмоций. Я себе решил, начал так действовать и шаг за шагом шел к воплощению этой цели. В конце концов скажу, что это была неправильная теория, хотя я вначале как раз и понимал, что надо, наверное, совмещение. Чуть-чуть глупости, честно говорю. Дионисий по Ницше пил вино, заходил в творческий экстаз, начинал танцевать и жизнь была прекрасна. Аполлон через мозг понимал ситуацию и медленно, не отвлекаясь на эмоции, монотонно делал правильную работу. Вот мне вторая показалась более правильной мне и я начал вот так вот работать. Поэтому настольный теннис в моем понимании была монотонная работа, при этом я, конечно же, был довольно, скажем так, неразбитной, но во всяком случае такой подвижный человек. Итак, к чему я все это веду? Взял за основу настольный теннис современный и думал, ну, смотря на тот момент редкие репортажи по настольному теннису по телевидению, их в отношении сейчас по телевидению было много, а по отношению к тому, чтобы прогрессировать и каждый день это видеть, это было очень мало. Итак, на тот момент была интересная концепция. Был такой Эрик Линд, наверняка многие для вас вспомнят, и Тибер Клампер. Это те игроки, которые играли приблизительно близко у стола. И вот Эрик Линд на тот момент, где-то это 82-й, 84-й, 88-й года, когда формировалась моя игра, он был одним из самых интересных для меня игроков, близко у стола играл и даже одиночными ударами контр-атаковал, контр-топ-спинами, перекруткой, как таковая сейчас. Тогда это было прям крайнее исключение. Тогда была подставка, перебивали топ-спин или держали на столе. Ну вот, единственный, кто как-то близко у стола, не уходя в дальнюю зону, и пытался контр-атаковать, был Эрик Линд. Мне очень понравилась эта идея, и я где-то вот с 13 лет помню тренировку, на которой мой тренер Евгений Олегович Эдель, еще раз повторюсь, потому что оказал на меня огромное влияние. Благодаря ему я играл в настольный теннис на таком уровне, долго лет до 18 считал его практически своим вторым отцом, проводил на соревнованиях половину своей жизни, в которых выезжал вместе, в том числе с Евгением Олеговичем и своими друзьями, Сергеем Тяпкиным, Дмитрием Бобровым, Сергей Носков, много там, гениальный Дмитрий Гусев, который на протяжении многих-многих лет удивлял нас своей игрой потрясающей и так далее. Значит, сформировал себе в голове понимание, что я буду остро атакующим игроком, близко у стола и, отвечая теперь конкретно на ваш вопрос, близко подошел к столу и заставил себя в голове не отходить от стола. В чем тут засада? С одной стороны, классная вещь, я учился сам на себе, не у кого было учить перекрутки слева, перекрутка справа еще уже входила в моду и почти все уже день за днем она входила в моду и почти все это уже начинали реализовывать. А вот перекрутка слева была настолько непроработанным элементом, не было техники для нее, не было понимания, как ей пользоваться. И что вообще, например, Владимир Александрович Воробьев, многолетний тренер сборной, когда я подходил к сборной, он меня часто не привлекал из-за того, что, говорит, я не понимаю, во что он играет. Его игра, говорит, это сумбур какой-то, близко у стола, я не понимаю, во что играет. В тот момент все играли в средней зоне, в дальней зоне и подходили иногда к столу. Так вот, я себе заставил не отходить даже в среднюю зону, а старался играть как можно ближе к столу, пытаясь в том числе перекручивать слева. Ребра постоянные, вообще, Максим Шмырев, это шмыревщина, это игра ребрами со стола, не попадание там высоких баллонов, это все я. Это все я на протяжении многих лет. Так вот, том, что я опасен был лет с 14, даже, может, лет с 12 для взрослых спортсменов, потому что играл в эту сумбурную игру, перекручивал сумасшедшие мячи, которые никто никогда не ожидал, никто так не делал, это была одна сторона. А вторая сторона, что у меня было очень много простых ошибок из-за того, что я играл всегда рискованно, всегда техника у меня, я подвижный, у меня все, я даже сидеть на месте не мог, поэтому мне все время надо было что-то придумывать, может быть, из-под ноги ударить или... Так вот, благодаря тому, что я играл близко у стола, я себя не научил играть в средней и в дальней зоне. И когда сейчас я оглядываюсь назад, при том, что лет в 25-30 было такое уже спортивное взросление, когда я мог обыграть абсолютно любого человека, это все говорят, и сейчас, когда я пишу книгу, и мне приходят отзывы, там, Жан-Мишель Сейф пишет, Приморец, Шлягер, Вова Самсонов, почти все сходится в одном и том же, что я мог обыграть любого человека на свете, просто когда опасен был всем, мне это и приятно, мне это и обидно, что я все-таки недореализовал себя. Так вот, моя игра была опасна всем, но тот уровень, с которым я встречался на более высоком классе, справлялся с моими резкими, одиночными, не очень надежными топ-спинами, да, там, из 10 топ-спинов, скажем, я 2-3 делал так, что не дотрагивались, 4-5 брали обратно и 4 возвращали, в которые мне надо было продолжать, уже меня затаскивали в неудобную ситуацию, где я в средней зоне, умея, если бы я умел вернуть, подрезать из дальней зоны, откинуть баллоном, открутиться просто надежно, то мой класс повысился бы прям реально пропорционально, и я бы смог бороться со спортсменами высочайшего урдя на регулярной основе, не на случайный, скажем так, образно говоря, случайный, это уже неправильное слово, но не на той разовой, когда я пришел сегодня, обыграл Персона, с чего я и начал встречи там с Андреем Мазуновым, первую же игра в 14 лет, я Андреем Мазуновым обыграл, который находился в ранге серебряного призера чемпионата Европы, при первой игре в Оренбурге, когда я с ним первый раз встретился, играя за сборную команду Москвы, это был кубок СССР, где были представлены все республики, Россия была отдельной республикой представлена, и статус был у Москвы отдельный, тоже была очень сильная команда, которой я, как юноша, такой был регламент, обыграл, в 14 лет обыграл Андрея Мазунова, прошу заметить, это был лучший игрок СССР на тот момент, причем с отрывом, и вот моя игра была уже тогда опасна. Так вот, идя вперед по настольному теннису, я себя улучшал в игре на столе, оттачивал эти элементы, но я отточил, даже не воспринял игру в средней и дальней зоне. Хотя сейчас это кажется совершенно абсурдом для меня, просто каждую тренировку иди на дальнюю линию и просто откидывай мячи, просто вот я сейчас вымещал иногда такие задания, когда я вот с Тарасом Мерзликиным поиграли мы в средней зоне, взял мячик и откручиваясь на 60% силы по всему столу, вот так вот гуляя топ-спинами, подрезками, возвратом, делаем это в свободной манере, но еще раз повторюсь, обязательно на средней, не со всей силы, со всей силы мы все играли, а вот где-то 60-50%, держа мяч на столе, делая какие-то выкрутасы, делая боковые топ-спинами, вот играя 5 минут или 10 минут в день в моей жизни, когда я был спортсменом актуальным, я бы был бы намного более эффективным игроком, чтобы позволяло мне справляться в сложных ситуациях на столе и не терять эти мячи, рискуя, перекручивая, раз уже казался в дальней зоне, я перебивал или перекручивал из дальней зоны на пике сложности, естественно, крайне неэффективно, то есть из 10 мячей я попадал, скажем, 2-3, когда просто вернут мяч на стол, как это делает масса величайших игроков, например, Владимир Самсонов, да, он просто, кажется, играет, возвращая мяч на стол и давая ошибиться сопернику, ну, еще при всей той сложности, которую он навязывает, ну, просто даже, кажется, у него активных мячей раньше, во всяком случае, было намного меньше, чем казалось это нужным, но, тем не менее, это была эффективная игра построена. Так вот, вот этого всего у меня не было, это вот самый простой ответ. Второй, и так, отвечаю, первый ответ, я не расширил кругозор своей игры, приблизился к столу, был эффективным в этой игре, но как только спортсмены более высокого класса особенно, вынуждали меня отойти от стола, я был без зуб, терял большое количество очков, которые в конечном итоге приводили к проигрышу в общей массе, там, 21 очка, который надо было выиграть. Выигрывая 10 очков в пеноменальной манере, боялись все, но на таком длинном промежутке меня не хватало в общем наборе средств, которыми я пользовался. Это самое главное, из-за чего я не смог сделать. Второй момент, который я хочу отметить, это, к сожалению, наш вот непрофессионализм на тот момент. С 90-х годов реально не хватало творческих кадров, и мой тренер Евгений Олегович Эдель, который довел меня до мастера спорта, я мастер спорта международного класса, но вот могу сказать, что уже более точного, четкого понимания, которое нужно в этом, моим мозгам, к сожалению, видимо, не хватило. А вот находясь за рубежом большинство своего времени и приезжая в Россию, в свой клуб, приходя в «Шахтер», получая ту информацию, выборочную информацию, которую я совсем точечную информацию получал от Евгения Олеговича, я ее с удовольствием впитывал, но чем больше старший остановился, тем меньше получал вот такой точной информации, и в конце концов, ее очень не хватало, особенно на важных международных турнирах, да, где можно было оценить и улучшаться. Вот, скажем так, моих мозгов, к сожалению, не хватило, чтобы воспринять это от видео от рядом стоящих гениальных игроков. Например, я пять лет в одной, там, три с половиной года в одной квартире с Вовой Самсоновым жил, учился постоянно, и в то время, как он стал чуть ли не первым в мире, я шел там на 50-х, 60-х, я в сотне миров был 15 лет подряд, не вылетая практически. Вот, но уйти, там, скажем, в 20-ку мира мне так и не удалось, хотя по всем задаткам, по всем словам всех людей, которые вокруг, которые меня знали, которые тренеры всегда, максимум, ну что ж ты, мы же знаем, ты точно должен быть первым, там, Роскоп в Йорк, с которым я тренировался, китайцы, там, Чан Кон Ва, который сейчас возглавляет сборную Гонконга, с которым я два года провел в одной команде, они восхищались, как я тренировался, как я на тренировках обыгрывал практически всех, и Роскоп, Корбеля, ну, практически все, Примороца, Жан-Мишеля Сейва, с Вовой Самсоновым, там, мы часто вот в такой группе тренировались в Дюссельдорфе, когда съезжал из полмира красивейших, сильнейших, лучших игроков мира, в этой, в этом соусе я варился, у меня была возможность вместе с ними тренироваться, но, к сожалению, на соревнованиях меня не поддерживал тренер Марио Мизич, который был за команду Дюссельдорфа, на тренировке он иногда мне уделял время, так скажем, я его очень упрашивал, кстати, одна из рецензий его, которые прислал, буду в книге, наверное, это все указывать, он сказал такие интересные вещи, которые символизируют ответ на этот вопрос. Итак, он сказал, потрясающий игрок, очень интересный человек, мне очень нравилось с ним работать, но хорошо, наверное, что я не был тренером у него за скамейкой, то есть непосредственно ведущим тренером, когда он говорит, здесь развожу руками, просто не пояснено, можно много говорить, может, он не хотел, может, ему было неинтересно, может быть, страшно с таким количеством информации, которые я подал, потому что я был разносторонний игрок, и вот мне не хватило разносторонности в игре, чтобы быть супергероем каким-то. Вот, так не коротко ответил на второй вопрос. Хорошо. Ну, в принципе, я затрагиваю многие. Да, 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 поэтому... Да, тут как бы практически как бы ты в общих чертах и отвечаешь на все вопросы. Вот, Максим, видишь, что нас смотрят молодые спортсмены, вижу в чате. Твое мнение о теперешних наших молодых спортсменах, в частности, Кацман, Гремнев, Сидоренко, что бы, может... Тихонов, да. Да, да, Тихонов, вот, и сейчас они как раз нас смотрят. Что бы ты, может быть, им посоветовал, исходя из своего опыта? Слушайте, ну, во-первых, во-первых, прям радуюсь, глядя на них. Мне очень нравится, во-первых, их сплоченность, да, они идут такой прям командой, которые держатся друг за друга, очень нравится их подход, отношения, их взаимовыручка, взаименяемость, как они подтягивают друг друга, идя к своим вершинам. И вот это их состязательность, соревновательность между собой даже и дает, в том числе, вот этот их замечательный прогресс, за которым мы следим все вместе, за которым мы болеем. То Сидоренко, то Кацман, то Тихонов выигрывает, то Гребнев показывает классные результаты, мы следим там. Один хорошо играет в немецкой лиге, другой выигрывает чемпионат Европы, первенство Европы, третий показывает на каком-то мировом юношеском турнире классные вещи, потом выигрывает чемпионат России. То есть они соревнуются друг с другом, подтягивают, показывают планку, как надо идти, куда идти. И их дружба совместная, конечно, это классно, прям. Не часто видел на протяжении своей спортивной карьеры такую взаимовыручку, поддержку. Чаще наоборот. Каждый обособлялся, старался показать, насколько он интереснее других и выливалось часто, в конце концов, в захождение, в какой-то, может быть, даже спортивный тупик. Вот здесь ребята молодцы. Что могу посоветовать? Держаться друг за друга, несмотря на то, что вы все конкуренты. При этом я уже сказал, что вы выступаете за сборную и явно видно, что вы в ближайшее время наверняка таким мощным потоком вольетесь во взрослую сборную, все вместе. И если вы будете так друг друга поддерживать, то такая сборная будет опасна всему миру. Раз уж вы сейчас, там, в 14, 15, 18, 20 лет уже можете одерживать отдельные победы, выигрывать интересные турниры, зацеплять лучших игроков мира. Есть уже такие интересные победы у многих, что радуемся. Поэтому вот подскажу это. Второе, что тривиально обычно происходит переход из юношеского спорта в большой спорт. В юношеском спорте мы, как красиво и образно говорило мое детство, мы в юношеском спорте, как вот не крути, мы болтыхаемся в озере, в котором есть рыбки маленькие, в котором есть, ну не знаю, карп, лещ, сом. А когда мы выходим во взрослый спорт, то вот этих лещей самов, карпов, их миллион из всех стран, годов, поколений. И там еще добавляются акулы, киты, которые смогли выйти из юношеского возраста, дойдя до взросления во взрослом спорте, и многие из них, кстати, выразились по-настоящему в спортивном плане только во взрослом спорте. А в юношеском спорте они были вообще неинтересные игроки, не способные что-то выиграть. Их не хватало мозгов, не хватало условий, не хватало тренерских кадров, которые помогали, не хватало условий вокруг. Поэтому, когда мы попадаем из юношеского спорта во взрослый, то многие из нас потерялись, многие из нас не выдержали конкуренции, потому что в юношеском спорте конкуренция в разы меньше, чем во взрослом спорте. Поэтому часто юноши, даже те, которые завоевывали медали, были интересны миром, были заметны в Европе, в юношеском спорте в мире или в Европе. Попадая во взрослый спорт, ну, совершенно растворялись, потому что они не стали еще во взрослом спорте суперзвездами, а в юношеском спорте были избалованы вниманием, поддержкой страны, поддержкой тренеров. То, уходя во взрослый спорт, это часто такая очень болезненная процедура, в которой выходишь и вдруг проигрываешь какому-то там 250-му в мире, который не играет на международной арене, и ты понимаешь, что елки-палки, я ему проиграл, это 250-й в мире, которого даже фамилию-то не знаю, а он, оказывается, играет, как Алексей Харьков, обыгрывает там всех на турнире в Архангельске, и кажется, блин, кто такой Алексей Харьков? Наверняка, я прошу прощения, я-то знаю, какой Алексей Харьков, и пол России знает такой, или вся Россия знает такой Алексей Харьков, но когда какой-нибудь амбициозный юноша проигрывает там, ну, образно, не знаю, сейчас скажу какую-нибудь фамилию, ну, Максиму Кузнецову, который много-много лет играет в Италии, побеждает многих всех, и для юноши обыграть Максима Кузнецова крайне сложно, но имя его неизвестно, потеряно имя его в поколениях теннисистов, и он проигрывает этому 250-му, а иногда и безродному, без номера, и кажется, блин, я этому легко проиграл, так что же будет, когда я проиграю, когда я встречу с 10-м в мире или там 20-м, то есть тогда эта пропасть кажется иногда безнадежной, и можно утонуть в переходе. Ребята, не бойтесь, это путь, который проходили десятки тысяч спортсменов, будьте уверены, что вы играете классно, мы это уже посмотрели, увидели ваши результаты, вы своим отношением, своим пониманием, там, мне очень нравится эта тройка вообще, Кацман, Сидоренко, Гребнев, каждый по-своему хорош вообще, каждый дерется, каждый зубы показывает в каждой игре, замечательно, замечательно, и вот за ними идет уже такой дальше эшелон, мне нравятся Максим Боков, вот такие там, ну я просто сейчас могу не назвать кого-то, не обижайтесь, но Артем Тихонов, то есть там идет плеяда ребят, которые цепляются уже вот за этих, питерские ребята очень хорошие, Артеменко, Федотов, то есть, ну здорово, ребята, молодцы, прям очень здорово. Я вспоминаю нашу прослойку, за которой казалось в 90-е годы, когда вообще не было никакого финансирования, я за всю свою жизнь, сейчас скажу глупость, ну громкую глупость скажу, за всю свою жизнь, Федерация настольного тенниса, Максиму Шмыреву, который с 93-го по 2008 год был в сборной России, а лет 8-10 вообще был лидером ее там, с 93-го там, я был пятикратный чемпион России в личном, и еще три раза, или сколько там раз, проиграл в финале, и раз пять еще был в призерах или что-то такое там, ну то есть был, ну скажем, восьмер, то есть безвылазно лет, ну не знаю, лет 12 был безвылазно призером или там победителем чемпионата России, так вот, за все эти годы мне Федерация России настольного тенниса оплатила половину одной поездки, то есть я ездил все свои годы за свой счет, извиняюсь, сразу скажут, а ты же на чемпионатах мира и чемпионатах Европы, это не Федерация настольного тенниса, я думаю, платила, это страна посылала свою команду, поэтому это было оплачено, я попадал в эту команду неминуемо, ездил на чемпионаты мира, чемпионаты Европы, но я был один из, скажем, лидеров этого, вот это мне оплачивалось, чемпионат мира, чемпионаты Европы, я ездил, и участие за сборную неминуемо, например, Европа Лигу мы играли, и то я пару раз за Европу Лигу свои деньги заплатил, за Европу Лигу, когда мы вот представляли вот эти, а за протуры мне, за всю историю мою Федерация настольного тенниса России не оплатила ни одной поездки, половину мне оплатил в 97-м году Владимир Александрович Воробьев, находясь тренером, когда я очень хорошо сыграл за сборную на чемпионате Европы или на чемпионате мира в Бирмингеме, да, там обыграл Карла Прина, там, и мы хорошо выступил в сборной, и он мне как презент дал на тот момент тысячу долларов, я поехал сам в поездку Бразилия-Америка, которая стоила две тысячи долларов, и я вот, вот мне было вот как приз за классное выступление, это вот сейчас, и это даже не оплывается поездки, а просто помпон, все, больше поездок про туров или открытых чемпионатов других стран, никогда, ничего не было, промежуток с 93-го по, уже по сейчас, да, потом мне оплачивала великолепная команда «Газпрома», с которой я наслаждаюсь и до сих пор кайфую, то есть я один из тех, кто начинал вот это вот шествие чемпионское великолепной команде, которые у меня были, Женя Регентов, Сережа Андрианов, Ваня Москаев, вот с этой командой я вернулся из Германии, попал в эту команду, вот, вот, поэтому рассказывая, ребята, в тот момент была прослойка и несколько человек играло, и казалось, блин, дальше прям вот пустота, то есть казалось уже вот сейчас ничего дальше не будет, вылезают какие-то отдельные личности, там Федя Кузьмин вышел, хороший очень игрок был, потом Кирилл Скачков, там, можно называть людей, которые прям единично выскакивали, и вот сейчас плеяда, что у девочек вообще потрясающая плеяда, в которой были, там, Казанцева, Настя Колиш, там, Элина Руб играла, очень неплохо, вот это вся, кого-то сейчас забыл, кто еще? Тайлакова, Маша Тайлакова. Тайлакова, безусловно, вообще, да, безусловно, Маша Тайлакова, вот эта вот плеяда девчонок, которая показывала, насколько классно сейчас вот плеяда на теннисистов идет, и вот ребята молодые, которые, то есть это вот сейчас именно плеяда пошла друг за друга цепляющаясь, поддерживающая друг друга. Очень приятно видеть, как они вместе на соревнованиях вымещают фото друг за друга, болеют, поддерживают друг друга. У нас, к сожалению, не на таком классном уровне была вот такая вот и поддержка, и вот. Молодцы, ребят, идите вперед, не бойтесь ничего, поддерживайте друг друга, это вам, вам же будет лучше от этого. И стране, нам, спортсменам, тренерам вашим, мы будем гордиться, радуемся, уже радуемся, уже кайфуем от того, что вы таки есть. Да. Ну что, Максим, перейдем к Блиц-опросу? Перейдем, если надо, то перейдем. Давай, Блиц-опрос, просто быстро выбираешь один из вариантов, как первый вопрос, Москва или Китай? Москва. В каком, правда, аспекте, ну, просто Москва, да. Хорошо. Кацман или Сидоренко? Нечестный вопрос. Оба. Не отвечу. Перспективы у того и у другого есть. Оба классные, нацеленные на спортивную борьбу, оба горящие этим видом спорта, уже разная игра, хотя после Германии увидел, что они, в общем-то, пошла в том направлении, в немецком развитии вот это. Это не всегда самое классное, хотя то, что уровень повышает Германию, это точно. Хорошо. Олимпиада или чемпионат мира по пинг-понгу? Ну, конечно, Олимпиада, даже говорить нечего. Играть или секундировать? Пинг-понг – это поддержка настольного тенниса, в моем понимании. Пока. Хорошо. Играть или секундировать? Конечно, играть. Президентом России или президентом ФНТР? На президентов России точно не потяну, это сложнейшая, страшнейшая, очень тяжелая работа. Скорее президент ФНТР, хотя амбиций такой, вот именно амбиций стать президентом, наверное, нету. Но могу понять, что мог бы что-то хорошее сделать, вот, хотя это сделают, помимо меня, многие люди могут что-то хорошее сделать. Ну, выбираю президент ФНТР. Хорошо, принимай. Бег или плавание? Плавание. Носкова или Тихомирова? Блять, гадость какая. Обе очень мне симпатичные, в спортивном плане. Да нет, не смогу выбрать, нет. Симпатизирую обеим, поэтому, поскольку не являюсь ответственным за кого-то ни в каком виде, поэтому они мне обе одинаково симпатичны. И часто даже теряюсь за кого болеть, и даже трудно. Хорошо. Не скажу. Спартак или ЦСКА? Ну, ЦСКА. Последний вопрос. Месси или Роналду? Месси либо Рональду? Месси. Месси. Хотя в последнее время Рональду стал тоже привлекать больше в точке зрения своих человеческих качеств. Узнал, что он прям очень достойный человек, которого любят многие друзья, который делает очень хорошие поступки. Месси больше нравится как персонаж. Хотя Рональду, например, в сложной ситуации гораздо более полезен для коллектива. Ну что ж, Максим, давай будем заканчивать наш эфир. Спасибо тебе огромное. Очень рад, Леша. Спасибо огромное, что пригласил. Мне приятно, что вспоминаете. Надеюсь, что кому-то это было полезно. Опять же, очень хотелось бы, чтобы никто никого не обидел своими словами, потому что я все-таки вижу больше положительного в настольном теннисе. И ситуация сейчас в России мне она очень нравится. Вижу ребят таких талантливых, дерзких в спортивном плане, готовых развиваться и идущих правильным путем, приносящих нам позитивные эмоции. Большое спасибо клубу Архангельск и Алексею Федоровичу. Отдельно хочу сказать, я прямо сейчас спонтанно говорю, потому что человек, ну, уникальный человек в нашем виде спорта, который на протяжении многих-многих лет сделал огромную и очень нужную для настольного тенниса всей страны работу. несколько поколений уже игроков воспитаны на его энтузиазме. Он помогает, делает, развивает. Очень жалко, что не получил достаточной помощи от своего региона, которые могли бы его поддержать и дать этому клубу, этому залу, этому человеку такую поддержку, чтобы им гордилась вся страна, за что он заслужил этого. К сожалению, я могу только сказать, что я горжусь, очень уважаю и хотелось бы поддержки такому человеку для того, чтобы он свои мысли, идеи, возможности, действия расширил. Потому что то, что он делает, это полезно для настольного тенниса и для всех людей вокруг, что он делает. Это просто грандиозно, классно, замечательно, что такой человек существует. Алексей Федорович, если вдруг вы случайно смотрите, вы классный. Спасибо вам, что вы вот в Архангельске и в России делаете такое дело. К сожалению, не всеми оно поддержано. То есть вам, может быть, и не нужна поддержка, потому что вы сами поддерживаете других. Но на государственном уровне, вот такие люди, как вы, это просто респект и уважуха. Хорошо. Макс, спасибо. Спасибо еще раз. Спасибо всем нашим зрителям. И до новых встреч. Давай, Макс. Леха, давай, дерзай и делай свою хорошую работу в Архангельск forever. Спасибо.